Остается только радоваться, что депутаты законодательного собрания так активно работают на той территории, где своими голосами люди выразили им доверие. Более того, здесь же, в Искитиме, депутаты лично занимаются благотворительностью и привлекают к этой доброй деятельности меценатов. Я люблю кататься на велосипеде, люблю рисовать, люблю играть в конструкторы. Я его дома всегда собираю. Люблю плавать. У тебя получается хорошо плавать? Нет. Ты стараешься? Да. Милая и обаятельная Сашенька, на первый взгляд, совсем не отличается от своих сверстников. Лишь присмотревшись, понимаешь, она особенная, как и ее мечты. Научиться ходить. И только мама Саши знает, как упорно девочка стремится побороть свой недуг. ДЦП, 11 лет уже боремся с этим диагнозом. Улучшения, конечно, есть, но нужны для этого постоянные реабилитации, постоянные открытия сборов, обращаться куда-то, искать деньги. Сами мы не справляемся. Занимаемся мы почти целый день. Мы не только, я с ней занимаюсь, мы ездим на тренировки в Берск по бочи. Это бочи, это паралимпийский вид спорта. Она, как сказать, не только игра, но она и координацию, как бы, держит правая рука у нас совсем уже плохая. Ну, она и была у нас изначально плохая, но уже лучше, чем была. Как бы, она уже лучше стала. Есть результат от бочи, да. На велосипеде мы, если погода позволяет, целый день мы катаемся на велосипеде. Ноги разрабатывает, она очень хорошо. Саша в коленях операцию, говорили, нужно делать, но мы пока ее отложили, так как нужно деньги будет на реабилитацию искать. Велик тоже очень хорошо лечит нас. Ножки Сашина, как бы, ноги постоянно работают. Дома мы выполняем приседания, у нас есть беговая дорожка, нам помогали собрать на эту дорожку. У нас есть виброплатформа, это тоже мышцы, как бы сказать, накачивает, и кровь по телу разжижает. Потом у нас есть ипотренажер, он заменяет лошадь, но мы, конечно, еще и на лошадке ездим здесь у нас в Эскитиме. Трудолюбие и регулярные занятия дают результат. Закончила пятый класс, перешла в шестой класс. В общеобразовательной программе, в общеобразовательной школе номер 11. Но занятий дома и одного курса реабилитации в год в комплексном центре социального обслуживания населения Эскитима недостаточно. Помощь пришла, откуда и не ждали. Павел Николаевич вообще сам по себе, очень добрый человек, он очень любит помогать, в принципе, занимается благотворительностью на постоянной основе. И поскольку он теперь является депутатом здесь, на территории города Эскитима, было нами принято решение, что будем стараться помогать нуждающимся здесь. Сделали запрос в администрацию города Эскитима. Нам было предоставлено несколько вариантов, то есть детей, которым действительно нужна помощь, которые нуждаются, которые находятся в тяжелой ситуации. И среди них была Александра, они сами из детдома, то есть родители у них. Родственников у них нет, да, сами тянут, они все большие молодцы родители. Вот, конечно, вызывает восторг и удивление, что сами они, да, не сломались в этой жизненной ситуации, сами тянут девочку. Ребенок с таким заболеванием, понятно, что это нужны постоянные реабилитации, уход, это уже не беря во внимание просто вот это лечение, там, скорее всего, какие-то поддерживающие препараты, специально должна быть доступная среда, бассейн, просто, ну, я примерно знаю, то есть, как с ребятишками с ДЦП занимаются. Вот такая практика уже, наверное, более 20 лет в моей жизни, да, она происходила в городе Новосибирске, ну, а сейчас вот, коль скоро я стал депутатом Эскитима, Эскитимского района, поэтому здесь тоже такую практику решили транслировать. И вот совершенно случайно, да, Наталья, мы же проживаем в одном поселке, она знает уже нашу семью, да, общаемся, дружим, и она вот тоже пришла к такому, она говорит, я вот очень хочу, значит, куда-то помогать, уже пришла к такому уровню, что себя обеспечила и могу уже делиться, ну, как бы, с нуждающимися людьми, да, она говорит, помоги, подскажи, так, чтобы, ну, не заиграли, куда-то не ушло, а было адресно, это все и порядочно, да, я говорю, ну, с удовольствием подскажу, говорю, и в поселке, ну, я, конечно, тебя буду стараться вытянуть в Эскитим, потому что мне здесь надо работать, Поэтому, если не возражаешь, она говорит, мне все равно, куда, я просто хочу делать добрые дела. Так и познакомились, и приехали, вот Наталья помогла, оплатила этот счет на лечение, которое там, да, у девочки, и теперь мы надеемся, что у нее все, как бы, чуточку лучше станет. Мне кажется, это нормальная потребность нормального человека помогать окружающим, ну, я не знаю, как, ну, как-то все это естественно, собственно, произошло, то есть мы тоже как-то в силу своих возможностей, где, ну, помогали, где могли, ну, а вот, когда, ну, вот, у нас зашел с Павлом разговор о том, что, ну, есть люди, которые, ну, вот, я же не могу ходить по улицам и искать людей, ну, вот, грубо говоря, кому помогать, да, то есть, ну, вот, я за помощью к Паше обратилась, он помог, и я очень этому рада, потому что, ну, 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 действительно, кому-то всегда нужнее. Наталья занимается ландшафтным дизайном и выращивает растения в питомнике «Калина красная». На встречу с Александрой и ее мамой тоже приехала с необычным букетом. Знакомства она ждала с волнением. Ну, я сейчас очень жду, когда уберут камеры, и мы сможем с ней поговорить. Конечно, мы познакомимся, и, конечно, я, ну, планирую, да, общаться в дальнейшем. Эффект от специализированной реабилитации огромен и просто необходим для Александры, поделилась Евгения. Они для нас очень важны. Это ЛФК, массажи, глоекалов, они, все, что вот мы проходим, они очень нужны, они поддерживают. То, что мы дома занимаемся, это мало от меня долгу. А вот когда профессионал этим занимается, это уже, конечно, большие результаты. Дома мы просто поддерживаем ребенка, а там они уже дают очень много. Сейчас у нас 5 июля реабилитация, нам помогли оплатить 100 тысяч, мы какие-то там скопления сделали, то есть мы пройдем в этом месяце реабилитацию курса. Курс реабилитации будет проходить в городе Тонск, мы там уже третий раз будем, там очень хорошая, сильная реабилитация. Это массаж русский, массаж китайский, глоекалов, у меня китайский специалист будет делать. Угуль, это такая клетка, там грузики на ножки, на ручки вешают, и она должна тягать эти грузы. Костюм Адели, я не знаю, как сказать, костюм Адели одевается, то есть он сжимает все мышцы, и ребенок с диагнозом ДЦП со спастиком, он должен сам с этим справиться, то есть выпрямлять ручки, ножки. Ждем, очень ждем реабилитацию, уже несколько раз перезвонила, нам уже скинули расписание, с утра будем реабилитацию проходить, конечно, ждем уже. Саша уже начинает ходить в ходунках, но она не уверена в них ходит, потому что у нее страх, и она боится даже ногу поднять, это постоянно с ней нужно идти вот рядом, и Саша, иди, Саша, поднимай ногу, проговаривай вот это. Хочется, конечно, чтобы она уже уверенно просто взяла эти ходунки, встала и вот дошла там до кухни, ну или даже на улице, чтобы взять ходунки самостоятельно и пойти. У нее этот страх, ну вот будем страх с этим работать и ноги, конечно, колени выпрямлять. Чтобы осуществить мечту Саши, ее мама вместе с ней нацелена пройти все испытания. А те, кто так ощутимо приблизил заветную цель семьи Гогловых и других, призывают делать маленькие и большие чудеса своими руками. Не хотелось бы на сегодняшний день ничего обещать, такого грандиозного, да, но намерения у нас есть, планы есть, на сегодняшний день есть и люди, которым хотелось бы помочь, и планируем привлекать уже меценатов для этих целей. Также можно, например, обратиться в администрацию города, да, там в социальной защите есть вся информация о тех гражданах, которые нуждаются в помощи. И все мы понимаем, что сейчас бюджет администрации достаточно скуден, да, и не позволяет всех охватить, поэтому и нужно вот таких людей привлекать. В администрацию можно в мою приемную обратиться, мы уже знаем, мы уже определенную работу провели с социальной защитой, поэтому мы можем помочь информации, могут сами напрямую пойти в социальную защиту. Редактор субтитров А.Семкин